Если вы смотрите в записи, это WCA, крупный турнир, хороший призовой фонд, и очередной матч в рамках групповой стадии играет Кси-Кси против Ворча Фрича, это эльф на эльф, это Китай против Великобритании, и довольно громко говорит китайский комментатор Тед, кажется, Тед это, это Тед. К своему стыду, я не знаю, какой расклад сейчас у них в группе, я знаю, что там 4 эльфа находятся, Lowlit Moon, Кси-Кси и Watch of Rich, если вспоминать вчерашние игры, кажется, Watch of Rich вообще топ-1, у Moona, кажется, статистика 1-1 была вчера, вот, но сейчас часик, я думаю, подскажет, и я вам ретранслирую их инфу. Да, стыд и позор, говорит мистер Оки-Доки. Вот, ну это Мирорчик, любите ли вы эльфийский Мирор? Весьма специфичное изрелище, надо сказать. Демон Хантер там, Демон Хантер тут, криппинг сначала на желтой точке, карта, как же она называется, Secret Valley, два фонтана, дуэльная, хорошая, контактная очень. Надо за речи болеть, говорит Куэст, чтобы у Moona шансы были выйти. За речи болеть? Да, вообще изи. Любой мистерский Мирор, так же, как Мирор Протасов, StarCraft 2. Чем-то похоже, кстати, да, то есть это для ценителей, то есть, во-первых, многие, я думаю, три четверти населения эльфов не любят, ну, варкрафтерского населения, ну, чисто такие российские, опять же, темы. И даже те, кто являются, ну, играют за эльфов, и этот матчап тоже не всем интересен, потому что, ну, это Мирор, это такое, не то чтобы извращение, но что-то в нем есть такое странное, специфичное, как, собственно, и в любом другом Мироре. Книга Сила Серклетка, а здесь Когтя. Даже не знаю, что лучше, то есть, для Димы, наверное, даже Серклетка универсальнее будет, полезней, потому что не всегда он только лишь атакует, часто принимает удар на себя. Да и 30 дополнительных маны, именно вот как раз в Мироре, учитывая то, что все выжигают ману, могут пригодиться, то есть, ты можешь там лишнему наберн когда-нибудь нанести. Погоня за виском, за виском дождался весь последнего момента, кажется, даже он развернулся и взглянул в глаза, ну, которых нет у Демон Хантера за повязкой, они же себя ритуально ослепляют для того, чтобы видеть демонов, демонов ночью. Вот, выдержал такую паузу, чуть ли не МХАТовскую, да, и взорвался, ушел в небытие. Действительно был делой такой, заметный. Кажется, уже Демон Хантера замахивался на нету. Немного истории Варкрафта, да, 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 что-то в этом роде. Ну, повязки, видите, у них на глазах, это дерево показывает сейчас. Да, за всеми этими непонятными комментариями, как-то мы пропустили тот момент, что Кси-Кси играют через котов, хотя на этой карте коты хороши. И, да, поэтому, видимо, Варчев тоже в котов играют. Ну, снова Барак, это два, понятно, просто тут фонтаны, тут карта маленькая, ходится удобно. Арчем, в принципе, страшновато выходить из своей базы. Поэтому коты, это наши, ничего себе, как нагло. Очень агрессивный криппинг от Кси-Кси, и он дает свои ПД. Берет большой инвул, но Барак. И побежал такой лечиться, довольный. Ну, а Варчев, учитывая то, что делать больше ничего, принялся за остальных крипов на этой точке. Так, лечение у Кси-Кси, Варчев хиляется. Виспов, кстати, грамотно развесили, если вы посмотрите на миникарту. Хотя качество, наверное, не очень хорошо позволяет следить. Но вот у того же самого Кси-Кси, слева направо, раз, два, внизу третий висп на красной точке, кажется, или это кот на проходе там еще, на базе справа спрятанный висп. То есть, очень хорошо развесил виспов таким образом, что видит практически все. Ай, ну да крип, да крип, мне не хочет. Можно было голубого огра попробовать убить, учитывая то, что девайс из него выпадает. Так, ой, кота жалко. Бежит, скорее всего. Два когтя и перчатки силы. Лорница, козел. Тоже козел, тоже лорницы. Играет на Т3. Кстати, у Кси-Кси, у Кси-Кси, одна лорница. Интересно тайминг грейда у них, как разница или нет. Крипджек, ловим. Моноберном бы добить. Оп, кто? Ну, девайс достался, конечно же, варчифу. О-о-о, неплохо. Бёрн. Ой, хорошо, это вообще как-то. Как поснимали хп. У Кси-Кси что-то. Ну, хорошо, да, болим за варчифрич тогда, чтобы буду посмотреть. Дальше на турнире. И у варчиф действительно преимущество сейчас. Во-первых, у него Дима третий. Во-вторых, он там кота сейчас только, чтобы подрезал кого-то ещё до этого. Сейчас отманили дракона, но недостаточно. Видите, у него всё равно продолжается реген хп. Подстава. Хотя он и не успел бы, скорее всего, его. О, ещё один кот. Кота на кота. Кота пытаются сами добить. А что там... О, Дима... Ой, кружил козлом, хорош. Попытку на ТП развести, ну или на Инвул. Инвул пошёл. Нарезочка. Дриада замедляет Дриаду. Беги. Нет, Казань. Ай. Казань, Казань. Тед, причём ондед, понимаете. Он так воодушевлённо комментирует. Ну, это очень круто. Очень. Они на фонтане разменялись практически в ноль. Единственная такая серьёзная прям разница, наверное, в том, что... Димки выровнялись по третьему. Ну, то есть, получил всё-таки третий левел щи-щи. Но, с другой стороны, он потерял большой Инвул, который... А у Ворча Фрича Инвул аналогично остался. То есть, может ещё зарешать. Сетка на Дриаду. Монобёрн и Монобёрн. Первый Медведин. Став есть? Удар с руки Инвул. И развороть сейчас можно, потому что... Хотя нет. Не надо развороть. Там прикопка же ещё может быть. Надо было прокликать. Не, прикопки нет. Уже бы... Козёл прикопал. Есть арба. И на развороте Ворчев отгоняет чищи. Здесь барак немножко не по таймингу. Ну, видимо, просто люди просто... Хотя нет, он сам дошёл. Сам дошёл и завязалась драка. Барак, в общем-то, не нужен особо. Поэтому он спокойно может умирать. Даже не пытается его спасать. Когти плюс 9 выпадают на точки. Но почему-то у чищи нет вообще никакой... Это Слипер Сапогильдис плюс 3, да? Что он выпадает плюс 3. А мантия, да. Ну, плюс 3, да. У него медведя нет. Где медведя? А где ТП вообще? Где ТП? А, ТП у этого, у козла. А зачем? Слабо, слабо сыграл. Я согласен с Тэдом. Очень слабо сыграл. Ну, о чём думал? ТП-то не моментальный. Это же не рок тебе. Как ты нажал на ТП и хоп, уже на базе. Тут по-другому. Ещё минус Медведь, но Варчев выигрывает. Если кто не это самое... Потерялся немножко, может, в игре. Диму выкупили в таверне. Не удалось даже дорезать медведя. Ну и очень серьёзное преимущество у Варчифа. Овца тут столько всего. Подблочила там нескольких юнитов. Козочка штрафует. Другую козу и медведя стреляет по-разному. Став, хорошо. Минус козочка, точно. Ну и продолжение атаки. Четвёртый левел у Демон Хантера. 50 лимита против 41. Преимущество и по лимиту, и по героям. Ну и два медведя, два героя. И какой-то кот против пятерых медведей. Ну сейчас 3 в 5 просто по мишкам. Ну и при этом ещё Дивайса хуже. Дима страдает. Дима умирает. Ругается Тед. Ну обидно, конечно, обидно. Свой соотечественник проигрывает. 0-1 к какому-то непонятному англичанину. И вторая карта будет Ластри Фьюч. Тут, да, Хаюкона. Сплошная Хаюкона. Ну, победа была заслуженная. То есть Ворчев Рич поэтапно, поэтапно, там, 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 там добывал себе преимущество. И не было такого, ну кроме разве что потери героя, но... Ну и тогда уже у Ворчев было серьёзное преимущество. Хавк вылетел. 120 завёз 2-0. Говорит Бэтмастер. Понятно. Потеряли мы Хавка. Ну, хоть игры посмотрели. Посмотрели, как это было. Если пропустили, то... А, и Хоэллс, следующая карта всё-таки. Не Ластри Фьюч. Если пропустили, то запись льётся на Ютуб и сможете посмотреть, когда она обработается. Обработается, я думаю, через часа полтора. Разбираемся с цветами. Рич, синий слева, соответственно, щи-щи красный справа. И сколько уже не смотрели мы эльфийских мюроров на этой карте, всё начинается одинаково. О, значительно быстрее. Ау, у щи-щи. Дерево поставил он, кажется... То ли первым вышедшим, то ли... Может быть, он даже взял... Он, кажется, взял трёх виспов на старте. Хотя, вроде, не должно хватить. По деньгам. На алтарь Монуэлл. Короче, говорят, у щи-щи чуть-чуть раньше Ауф. Видимо, для того, чтобы выиграть несколько секунд. И закрепить раньше лагерь наёмников. А для чего ещё так делать? Там Хантер Нон написал, кроме трёх игроков, все... А, ясно. Очень маленький список, на самом деле. И странный весьма. То есть... В одном ряду ставить, например, Дэдмона и Карму, это, на мой взгляд, не совсем заслуженно. Потому что... Да и с Соула, хоть у него и были великолепные игры на ВЦГ, во времена доминации эльфов с Фортифайт Армором, как он защищался на Эхуэллс, на Южном Респе, там решающая третья игра была, с мортирами, застройкой. Но, на мой взгляд, в одном ряду с Дэдмоном в России могут стоять, если не брать другие игры, то есть если не брать Старкрафт, потому что там можно поставить, по крайней мере, андроида, и будет такое достойное сравнение в плане уровня игры. Ну, человека, который мог, по крайней мере, корейцев убить. Если говорить только о Варкафте, то, скорее всего, это... Скорее всего, это Караваджо, если по количеству заслуг. Но никак не Соло Карма, при всем уважении к этим игрокам. Да, были многие люди, которые Дэдмона убивали. Там Кемпер, Нейтрон, периодически Титан. Но стабильный никто так не играл, как он. Не выигрывал. Хэппи Хулиган. Доллар. Да нет, тоже не то. Ну, Хэппич позже значительно появился. И меньше по времени он играл, понимаете? То есть Хэппич... Мы с Хэппи вообще не встречались. То есть он не играл нормально до 2006, получается, года. Может быть, даже 2007 года. А до этого времени, как бы, столько всего было хорошего. СК, МИМы, всякие СВЦ, Коды 5. Да, и даже... Короче, некого ставить в один ряд с Дэдманом. Некого просто. Продаем ТП, покупаем персоналку. И, о, кстати, персоналочка, персоналочка, это для отмены экспанда или для попытки залететь к Виспу в глухую застру? Да, да, да. На мейне, там, видите, Висп трется, синий Висп. Здесь подрезается тролль. Неприятно. Ну, а что делать с другой стороны? У него жизни на два моноберна практически. Третьего левела у Рича... А, у Рича есть третий левел? Хо-хо! Ситуация повторяется. Вот в... Я абсолютно отключился от игры, пытаясь вспомнить как раз вот игроков и историю. И пропустил в тот момент ту причину, по которой Ворчев Рич оказался снова чуть-чуть быстрее в плане третьего левела, чем Щи-Щи. Палит, палит Висп. Ну и пошла дуэлечка. Ну и решил Ворчев Рич не сражаться, потому что у него с ХП проблема какая-то серьезная. С маной Бёрн не сделать. Ну и трескованный такой крипинг, конечно. Висп висит, все видит. Пришел как себе домой, вообще. Пришел такой, что у вас тут? А, подождите, а тут Хантер Сколл... Да, не, все нормально по таймингу с Хантер Сколлом. Практически. Что по девайсам? Высасывание маны очень-не очень. Асма варик не играл, играл. Посмотри, конечно же, играл в Варкрафт. За рандомы, за орков. Все наши уже в школу ушли. Ну хорошо, просыпаемся. Время уже не такое раннее. Обменялись. Вот так вот. Вроде делаешь все одинаково, да? А у кого-то минус 100, у кого-то минус 4. Ну как так? Чуть-чуть. Вот этот вопрос исключительно анимации. То есть, как ты повернут к человеку спиной или боком. Чуть-чуть раньше получилось. Тролля жалко. Он дорогой, он такой... Он рос в лагере наемников. Сирота. Что, минус 2п получается? Получается так. Ну а как убежишь? Еще специально под прикопку подставился. А нет. Не смог, не смог козлик прикопать демон хантера. Тот ушел из вижена с ботинками просто. А козел не расторопный. Манаверн. О, подблочить, подблочить. Опять же, блочить виспом человеку, у которого сапоги и у которого и так на старте выше скорость перемещения. Можно, но сложно. У Арча. Призовая такая. На этой точке не осталось ничего, кроме экспы и золота. Посмотрел он на них. О, встреча. Вот сейчас у Кши-Кши эти два тролля, ну, которых у Ворча тот же самый Кши-Кши и забрал в разное время. То есть, одного, помните, на экспанде, а второго в центре перехватывал. И эти тролли, они дают отличный просто урон. Ну и хилку дают еще периодически. Конечно, тролли хиляет достаточно слабенько, в отличие от приста, но нахиляет. Это все же лучше, чем ничего. Кажется, 12 с половиной дает. В два раза меньше, чем прист. раньше присты в Роке еще чаще лечили, то есть, по 25 хитов и чаще. Мне кажется, был еще баг не баг, фича не фича, но если ты тыкаешь хил на героя, ну, в смысле, не хил на героя, просто принудительное лечение, то оно идет быстрее, чем лечение обычное. Даже если вокруг никого нет, то есть, прист на автокасте лечит или еще медленнее, чем принудительно. Ну, это все прохладные такие истории тоже. Может, кто помнит, скажет, да, 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 было такое. И все. Вот ради этого, ради этой эмоции и сказано. Очень агрессивно себя ведет ворчив, несмотря на то, что его меньше, он приходит, ломает магазин, ломает, пытается сломать. Мунвелл, надо валить, я думаю. Стофануть Арчу и свалить. Убьет? Келзе Меджоли. Ой, как чудесным образом спасся медведь. Под Риджу, а мы из-за того, что зашел там между Мунвеллом и лорницей, потому что иначе его бы бил не только Дима, но и медведь, а стало быть, добили бы его. Петр, петра 74, спасибо тебе за то, что ты внимательно и беспристрастно мочишь людей в чате. В смысле, не просто людей мочишь, это совсем не круто, а те, кто провоцирует, да, нарушает правила, за порядком, в общем, Петр следит. Спасибо. Какой у нас расклад вообще? 3-1, 3 на половину 2. Здесь Козлик 2 уже, судя по ауре. Кщикщи в этой, а, и здесь практически 4. Да, Кщикщи смотрится значительно лучше, чем в прошлой игре. 50 лимита, небольшой запас по ресурсам. Кодевайс для Козла, видимо. А нет, кольцо плюс 2. Скорее, для Димы, конечно же. А ворчу входит с абсолютно невнятной армией. 3 медведя, 1 дриада и 2 героя. Вот тоже, казалось бы, написано 50 лимита. Кому верить? Ну, скорее всего, 2 медведя там где-то в продакшене. Чистые медведи. В этом, кстати, определенный минус есть троллей. Хотя, сложно это даже минусом назвать. Все равно будет выход из лимита теми же самыми мишками. Просто я к чему? Когда уже появляются медведи с формой, ты смотришь на медведя, который занимает 4 лимита и стоит 255, и смотришь на тролля, который тоже занимает 4 лимита и стоит 245, да? И это, как говорится, две большие разницы. Даже если не брать риджиувы, рейки, просто вот один в один медведь разуплотнит тролля. Понятно, что тот издалека, бла-бла-бла, но нет, все равно сильнее. Кажется, будет битва. Прикапывается медведь, а что, дисплейс, корней нет? Не модно уже? Задисплейлил через 3 секунды, я в шоке. Чик-Чик что-то не контролит, теряет медведя, став и нет. Прикапки, вот ворчив отлично дисплейит, а корни вообще не дисплейит. Это начинает ругаться. Став откатился, да. Ну и сейчас ворчив давит. Я не понимаю на самом деле почему может быть у него там дриада была пустая, он дисплейил последний корни вообще оболишем у приста. Но тогда вопрос, а почему коза у тебя с автокартом видимо где-то отстрелялась? Должно хватать. Там одной козы в общем-то на большого козла должно хватать на целую битву. То есть 200 маны 4 дисплейла у козла конечно на старте там 300 маны, ну что-то 285 кажется то есть 4 прикопки но ну вот и все. Хотя нужно козу еще раз живой дисплейлить с Димки. Поэтому лучше наверное две козы. Но говорит пацаны играйте лучше в дотку там обнова новая. Самая лучшая дота это Warcraft 3. То есть это самая первая версия дота. поэтому лучше лучше играть в Warcraft и желательно соло чтобы ты не мог сказать, что тиммейты дно чтобы ты страдал и думал почему ты играешь не очень почему ты проиграл потому что командные игры они конечно дают такую возможность снять с себя груз ответственности за фейлы за ошибки которых у всех масса и даже если ты не хочешь ты рано или поздно начнешь искать причину поражения не в себе а в окружающих так удобнее человеку делать поэтому на мой взгляд StarCraft вслед за Warcraft не такой популярный как традиционный ну как например мобы игры потому что играть в них это достаточно серьезный стресс ну если пытаться пытаться играть и выигрывать больше для эго стресс как так я же не могу так часто проигрывать да ну на самом деле даже в Warcraft периодически ищут причину поражения в ну том же самом балансе в Warcraft есть рандом на уровне предметов но и действительно то есть есть элемент рандома но с другой стороны на такой аргумент ну то есть на этом можно ответить следующим образом тебя выиграет любой китаец или любой там кореец ну из там про например да то есть какую разу он не поставит он все равно тебя катнет то есть разница в уровне все равно настолько высока между теми кто занимается анализом и выискивать причины поражения в балансе и теми кто играет и убивает что как бы это не аргумент а тем временем после странных перемещений по карте скопился лимит медведей с одной и с другой стороны и я уже думал что ворч фрич пойдет в атаку хотя зачем ему атаковать в конце концов у них лимиты одинаковые ой там 2-2 что ли вот это щи молодец 1-1 там против 2-2 кажись это новость 1-1 это как раз у кщи а у ворчев ричи 2-2 отлично делается второй играет на атаку это хорошо конечно для болельщиков муда как это не парадоксально потому что у ворчев судя по всему сейчас снова чуть впереди медведи заряжены ходят прям косяками так синхронно уже все прям готовы вернуться в бой и кажется начинается битва стенка на стенку рычат риджувят превращаются дисплейл тэд орет пошел протекшн пошел второй протекшн прикопка опять моноберны рыки виспы подходят от ворчев рича демон хантер кщи первым уходит из боя снова риджув короче ворчев рич должен выигрывать и по грейдам и потому что лун чемпион хотя с другой стороны не совсем возвращается демон хантер сверху моноберны козла уже не участвует в бою практически а хотя нормально нормально все ворчев рич выигрывает ггшечка ну тут очевидно уже ребят я даже не буду эти вещи ну такие очевидные потому что демон хантер сейчас падает короче вы тоже все видите прекрасно мне в принципе можно ливать и ничего не говорить уровень понимания игры у чатика за такое количество лет просто просмотра варкрафта такой что вы даже смотреть не можете не смотреть можете просто слушать по интонации и понимать что происходит это хорошо и это 2-0 стало быть мун выигрывает я ставлю записываться в смысле заливаться эту запись на youtube мы переходим к следующему матчу зашли на и зашли